Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Обзавелась бизнес-вагонами. Да, мы сейчас, говоря слово «ласточка», не имеем в виду птицу отряда воробьинообразных, кажется, а мы имеем в виду электропоезд, который курсирует между Кировом и Нижним Новгородом. Наталья Бутырина с нами на связи, ведущий специалист службы корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги. Наталья, добрый день. Добрый день. Добрый день. Мы в прямом эфире, да, как обычно. Да, расскажите, пожалуйста, что это за премиальные вагоны, почему их решили добавить. Это как-то люди просили или это какая-то инициатива пассажирской федеральной компании, да, то есть в ее ведении находится? Ну, начнем с того, что поезд «ласточку» ждали уже достаточно давно, чтобы как раз было очень удобно перекрыть расстояние между Нижним Новгородом и Кировым. И поэтому пустили «ласточку» мы 1 июля, она была в стандартном варианте, в пятивагонном. Ну и мы поняли, для перевозки пассажиров этот поезд был очень востребованным и решили повысить класс. То есть сейчас в «ласточке премиум» представлено три класса обслуживания. Это базовый, эконом и комфорт. Причем с ним минимальная разница в цене билета. То есть в салоне есть все необходимое. Если мы сравниваем «ласточку стандарт» и «ласточку премиум», то это увеличение количества туалетных комнат и также комфортабельность кресел. Более удобное кресло, да? Также есть кулеры с питьевой водой, места для перевозки животных и удобные посадочные платформы для инвалидов. То есть в базовом этого всего нет? Ну, в базовом есть, но, например, в базовом составе в стандарте там есть всего два туалета, то есть в первом вагоне и в последнем. Здесь их уже пять туалетных комнат, это уже значительно, так скажем, улучшает качество проезда. А смотрите, а сколько вообще всего в «ласточке» вагонов и какая часть из них к какому классу относится? То есть сколько базовых, сколько премиум? Ну, в зависимости от спроса пассажиров, она может варьироваться от пяти до десяти вагонов. А в июне, да, насколько я помню, запустили? Ну, 2 июля. 1 июля, да. Ну, 1 июля, да. Я помню, мы говорили в нашем эфире, тоже рассказывали, да. Вот, Наталья, да, вы говорите, что это примечательное событие. Большим спросом пользуются «ласточка». А есть какие-то цифры, да, то есть сколько пассажиров перевезли, и насколько сейчас вот это вот введение премиум вагонов увеличит пассажиропоток? Ну, вот совсем недавно, буквально пару недель назад, мы наградили сертификатом и ценным подарком 75-тысячного пассажира. В январе мы уже ожидаем, что будем чешковать 100 тысяч пассажиров. Слушайте, мы не знали о том, что юбилейные пассажиры еще и каким-то образом поощряются железной дорогой. Поощряются, да, причем это все выбирает автоматизированная система по покупке билетов в электронной базе. И через кассу, то есть как он оформляется, и там уже идет подсчет. То есть 4 месяца, но 4 с небольшим месяцем, и 75 тысяч перевезенных пассажиров, это, ну, вы оцениваете это как довольно хороший результат, да? Да, в Ласточка у нас ходит 75-80% загруженности, и это очень даже хорошо. А кто пользуется, вот известно ли вам, это туристы, это люди, которые в командировку, по работе едут, или, может быть, вот это самые конечные точки, Киров, Нижний, Новгород, они не так востребованы, кто-то по пути сходит, не знаю. Так, да, естественно, у нас пользуются не только, например, кировчане и до Нижнего Новгорода, и Нижегородцы до Кирова, естественно, есть и пассажиры, которые заходят на станциях, например, Шахуни, на Шахуни много пассажиров. Ездят классы группами на экскурсионные туры, на какие-то конкурсы, спортсмены пользуются этой электричкой, то есть она очень удобно приходит в Нижний Новгород, то есть мы, если утром рано выехали, то мы в 11.20 уже там. Командировочным очень удобно решить свои вопросы, и вот в 17.52 сесть снова вернуться назад без ночевки. То есть, в принципе, она многим категориям граждан удобна. И как Нижегородским, так и нашим жителям Кировской области. В новогодние праздники будут ли дополнительные вагоны к ласточке прицеплять обычно? Бывает такое, да, что к поездам какие-то дополнительные вагоны? Вопрос решается по мере повышения спроса, то есть если спрос будет больше, естественно, могут включить схему дополнительных вагонов. Это касается не только ласточки, а любого состава. Планируется в перспективе вводить, я не знаю, возможно, еще какие-то дополнительные услуги, питание? Да, я могу вам сказать, что во втором квартале 2023 года планируется новый класс обслуживания в ласточке организовать, то есть бизнес-класс, то есть будет вагон, где будет предоставляться гарантированное питание. А питание, прям какое-то горячее питание или просто закуски, там, сэндвичи? Питание, которое будет входить в стоимость билета, там отдельно будет зона бизнес-класса, там с кожаными, опять же, диванами, столами, для удобства, вот, подключений, ну, внуков, и во время поездки можно будет. Ну, видимо, с меньшим количеством посадочных мест, наверное, да, в салоне, ну, чтобы более комфортно было, просторно. Правильно я понимаю, что питание – это не какая-то будет доп-функция, то есть если ты покупаешь билет вот в этот бизнес-вагон, то питание у тебя обеспечено. Да, будет гарантированное питание. Сейчас пассажиры могут пользоваться услугой мобильного бара, то есть там проводники с тележкой идут и предлагают горячие напитки, то есть чай, кофе и прохладительные напитки, бутерброды и сухари печатки. Соответственно, за дополнительную плату уже, да. Давайте вернемся к ценам, мы как-то вскользь об этом проговорили. Базовый билет на «Ласточку-премиум» по официальному сообщению обходится в 998 рублей. Да, вот стартовая базовая цена, да, 998. Дальше продолжите. Нет, 999. А, 999, ну, понятно, да. Дальше за сумму побольше на 50 рублей уже эконом-класс, да? Эконом-класс, да. Класс комфорта предполагает 1099 рублей. То есть разница буквально, вот она, небольшая и вполне себе приемлемая. Я бы сказала, что она, в принципе, отсутствует. А это специально, Наталья, так сделано, чтобы привлечь какое-то внимание именно к повышенному классу? Ну, просто у человека появляется выбор, как ему и где ехать. То есть, естественно, у нас для инвалидов есть скидки, для детей также действуют все скидки. И поэтому это для гражданина работающего цены. То есть льготы, они еще могут снижать эту цену, которую мы вот озвучили. Вот люди с ограниченными возможностями, о чем написано сообщение, для них стоимость билета начинается от 599 рублей. Это верно, да? Да, все верно, да. И все-таки вот, чтобы понять, в чем разница-то между экономом, комфортом, разница... Сиденьями. А, сиденьями, да. Сиденьями. Просто-напросто в месте, на котором ты находишься. То есть, есть кожаные варианты, есть тканевые варианты. Вот. Сейчас новые электрички в скоростном поезде, ласточки, там раскладываются сиденья. Немножко можно полулежа ехать. Да, это тоже, я думаю, что для многих большой трест, и можно отдохнуть немножко, поспать. Вот. Ну, эконом, базовый класс, это просто там попроще и народу побольше, вот если таким доступным языком сказать. Вот мы тут накануне, кстати, да, начало нашего разговора в эфире, вспоминали свой опыт пользования такими вагонами, где сидят люди обычно. И многие вспомнили из нас, что некомфортно, тут начинает тянуть, тут что-то там дубеет, твердеет и так далее. А вот на этих новых креслах уже первые отзывы есть? Как себя люди чувствуют? Можно ли откинуться, вздремнуть эти пять часов пока? Не будет самолетом. Вот я сегодня специально почитала отзывы, что много положительных отзывов в плане того, что не надо ехать в аэропорт, проходить таможенный досмотр, ожидать, приезжать заблаговременно в аэропорт, да, чтобы все эти процедуры пройти. Потом, когда приземлившись в сумке назначения, надо опять же как-то из пригорода возвращаться в центр города, а тут все в шаговой доступности, сел, пришел спокойно, приехал, вышел и никаких дополнительных вот таких вот нет. Ну, если бы еще в «Ласточке» установлены были краны какие-нибудь, да, вместо окон, и там можно было транслировать картинку за облаками, то можно было бы вообще, наверное, да? Ну, в перспективе такое тоже обсуждается, что можно будет и фильм посмотреть. А, ну, вот сейчас доступное удобство, ну, какие-то элементарные, зарядить свой гаджет можно, да, розеточка присутствует? Да. Ну, есть у нас розетки, есть кулер, кулером можно пользоваться бесплатно, вот, налить себе кипяточку, водички попить в этом плане. Еще вернуться хочется немножко про бизнес-класс, который, как вы сказали, будет запущен во втором квартале, да, следующего года? Да. То есть это уже ближе к лету, получается, 23-го. Ну, это весна. Весна, да. Там стоимость известна. Насколько будет отличаться серьезно включение питания, да, в стоимость билета? Нет, вот пока по ценовой политике ничего не могу сказать, но вот для бизнес-общества будет создана комфортная зона, рабочая в том числе. Ну, еще раз давайте напомним в конце, чтобы зафиксировали наши слушатели, для тех, кто будет пользоваться ласточкой, выход, отправление, вернее, из Кирова по-прежнему ежедневно в 6 часов 21 минуты утра, да? Да, прибытие... Прибытие в 11.20. Все верно. Да, из Нижнего обратно в Киров без 8 минут 6 вечера 17.52 и прибытие уже вечером 22 часа 51 минуты. Итого в пути у нас 4 часа 59 минут. 5 часов. Да, все верно. Спасибо большое, Наталья, за разъяснение. Наталья Бутырина с нами была на связи, ведущая специалист службы корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги. Ну вот, как комфортно. Я помню, в студенчестве бывало, ездили даже в тамбуре. В тамбуре приходилось, знаешь, когда ездить, когда Родина играла со стартом. О-о-о! Потому что вся электричка... Яркие фанатские воспоминания. Да, вся электричка была забита болельщиками, которые ехали в Нижний Новгород. И поэтому приходилось вот все 5 часов иногда ехать в тамбуре, потому что места не было в вагоне. Сейчас, видимо, в принципе, такое невозможно. Правила как-то ужесточились, следят, наверное, за тем, чтобы... Возможно. Я давно такого не практиковала. ...не находились, да. Вообще, раньше, конечно, было попроще во многих отношениях. Но вот за полгода, пока «Ласточка» у нас работает, я еще не успел воспользоваться. У тебя из знакомых кто-то... Нет, пока... Успел прям из родственников, возможно, сгонять до Нижнего Новгорода, из Кирова. Но надо понимать, что грядут продолжительные новогодние каникулы. Я думаю, что многие жители Кирова решатся все-таки отправиться в Нижний. Да и, наверное, гостям из Нижнего мы тоже будем, в общем-то, рады. Хорошо, с этой темой заканчиваем и возвращаемся к теме уборки. Уборки города от снега. Теперь хотим поговорить о том, как дворы наши убираются. Вот сегодня, идя утром на работу, я только лишь в одном месте, в одном дворе заметил, что люди в абонировании, соответствующим, они что-то там делают, копошатся, кто-то на крышу пытается забраться. А я, наоборот, в трех разных дворах. Очищать снег, чтобы... В разных районах, абсолютно в разных районах города, видела работающую технику. Прямо во дворах, да, обратила внимание, смотрю, думаю, как хорошо дворы чистят. А вот, кстати, ты живешь в новом микрорайоне, в микрорайоне Урованцево. Я живу в старом, в месте старой застройки, в районе центрального универмага, в доме, которому уже 60 лет. Но дом у нас небольшой, четырехподъездный, в общем-то, не составляет труда после снегопадов зайти и туда заехать, а насколько активно в новом микрорайоне убираются. Я расскажу сейчас, только давай поздороваемся. У нас Сергей Улитин на связи, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Сергей Николаевич, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте, Сергей Николаевич. Вот, я сейчас пару слов, да, по поводу нового района скажу. Проблемы, на самом деле, практически те же самые, что в центре города, на узких улицах. Почему? Потому что мы, мне кажется, сто раз уже в этой студии об этом говорили. Улица энтузиастов, которая предполагается, четыре, по-моему, полосы. Которые еще не достроили еще, да? Нет, энтузиастов она достроилась. Ну, нет, в перспективе она, наверное, когда-то будет продолжаться туда дальше. В сторону Московского? В сторону знака. Нет, в сторону поля. Вот, но, тем не менее, сейчас она достроена. И вот эти фуры, которые припаркованы месяцами у обочины, будь они трижды неладны, они настолько мешают уборке улицы, что вот прошел вот этот снегопад крупный, и вот это четырехполосный энтузиастов превратилось не то, что в две полосы, в полторы. То есть вот мы сегодня там разъезжались. В полторы в обоих направлениях. Да, ну, то есть даже двух полноценных полос практически нет. То есть ты едешь, и ты прям думаешь, не заденешь ли ты встречную машину зеркалом. Поэтому, ну, вот как-то так. Сергей Николаевич, ну, мы уже, к сожалению, привыкли к тому, что из года в год, в холодное время года, после обильного снегопада, у нас множество жалоб на состояние дворовых территорий. И вам, как руководителю Центра общественного контроля в серии ЖКХ, конечно же, известно, и приходится самим выезжать и наблюдать, в чем проблема. Вот на сегодняшний день уже есть какие-то жалобы, недовольства горожан, или пока не владеете всей полнотой информации? Информации владею. Этот год не является каким-то исключением. Все как обычно. Причем, не поверите, начали жаловаться управляющие компании, потому что на них возложена обязанность приводить на территорию снарядок. Но при этом, это же вечная история, да? Чтобы прибрать территорию ее страну, надо очистить, а убрать машину, это то, что вы уже говорили, это самое сложное. Да. Есть, причем, есть несколько проблем. Я знаю, что старшие по домам, некоторые уже предъявляли управляющим компаниям претензии, что они уже заказывают трактора, убирают, хотя им кажется, что чисто. Но у нас есть такая, это замечательный документ в городе Кирове. Это правило благоустройства города Кирова, в которых написано, что управляющая компания обеспечивает ежедневную уборку в зимние периоды, тротуары и проезжая часть дворовых территорий ежедневно должны быть очищены от снега на всю ширину и в случае гололеда обработаны противогололедными материалами. Имеет ровную поверхность, колени с выше 5 сантиметров на дворовых проездах не допускается. Уборка дворовых территорий должна завершаться к 7 часам утра. Это наш региональный нормативный акт, которому надо следовать. И дальше попадаем на претензии жителей, о чем они гребут, когда мы спим, о чем они требуют убрать наши машины. И еще третья проблема, которую каждую зиму мы видим, уборка заложена в текущее содержание, а вот вывод снега не заложен, и некоторые дома не принимают решения о вывозе снега, и снег у них хранится там. До середины лета сказать будет неправильно, но по крайней мере, до середины мая точно. Ну, в общем, где его возможно распихать, извините за этот термин, там его и складируют, да, прям на территории двора. Да, хотя тоже нарушение. Не должно быть снежных масс больших. Да, смотрите, Сергей Николаевич. Временное хранение допускается, но не с целью, чтобы оно потом стояло там. А вот с точки зрения подснежников, да, вот этих, которые во дворах, понятно, что если нет какого-то знака, да... Ну, это ведь зачастую не подснежники, просто неделю, две, три стоит машина. Уж подснежник это, который, не знаю, полгода, год больше. Ну, вот смотри, вот у нас сейчас после двух снегопадов во дворе есть автомобиль, который практически уже скрылся под снегом, как его назвать. И получается, что знака нет, да, то есть технически он правила дорожного движения не нарушает. А есть ли правила, не знаю, внешнего благоустройства, да, которые предписывают вот эти машины убирать? Чтобы нельзя их было, да, здесь оставлять? Да. Вот, вы знаете, есть судебная практика, она, правда, не очень свежая, в которой есть решение, что те машины, которые долго стоят, и не двигаются, это фактически не стоянка автомобиля, а хранение. А вот хранение личное, ну что, в однобровом территории, запрещено. А с какого срока хранение начинается? Ну, а вот дальше все сложно. Как обычно. А если он переехал, раз в неделю будет переезжать на это хранение или нет? А если что-то, что да. Ну, на самом деле, смотрите, как бы вот управляющие компании мы уже позащищали, а дальше-то и все очень просто. Управляющие компании, обязательно, что сделать? Привезти территорию на бездачное состояние. Под машиной, которая стоит и не ездит, снег есть? Снега нет. Между машиной, которая не ездит, что мешает? Убрать лопатой. Никто не запрещал ручную уборку территории. Да, на самой машине сугроб, его трогать нельзя, не дай бог, машину поцарапаешь. Но рядом-то, ради бога, уберите весь снег. Да, это дорого, да, это экономически невыгодно. Но мы же за цель или за оправдание? Ну, естественно, да, нужно стремиться к тому, чтобы всем было комфортно и передвигаться и пешком, и на автомобиле. Сергей Николаевич, напомните, пожалуйста, еще сроки, в которые управляющие организации должны провести уборку дворовой территории. Провести что? Сроки, в течение которого специалисты управляющей компании должны отреагировать, прийти, двор почистить. Нормативы? В зимний период ежедневно, и уборка дворовых территорий должна быть в 7 часа утра. 7 часа утра? Да, разные нормативы для дворовых территорий и для улиц. Для улиц там более сложная категория. Но если мы про дворы говорим, то вот так. То есть вот у нас непогода закончилась где-то ближе к вечеру, но ночью сегодня, то есть сегодня утром уже должны, по идее, управляющие компании активно трудиться, и к 7 часам утра среды, то есть завтрашнего дня, все должно быть уже почищено. Так получается, да? Не так. Не так? Опять все не так. Вот смотрите. Поясните. Значит, не надо ждать, пока закончится снег. А, вот, вот ключевой момент. Это очень важно, потому что все говорят, ну вот сейчас снег закончится, мы пойдем сидим. Ничего подобного. Уборка дворовых, уборка территории начинается с момента начала снегопада и заканчивается не позже, чем. Понимаете, все в разнице. А, ну вот смотрите, Сергей... А не так, что мы сидим, ждем, вот по пояс, вот по горлу, ага, снег закончился, вот теперь пойдем попытаемся развлечься. Ничего подобного. Ну вот смотрите, Сергей Николаевич, вот первый вот этот снегопад, который был в конце ноября, управляющая компания пригнала трактор, который вот прям... Во время, что называется, снегопада, расчистил проезд. Через полтора часа там было, как будто не было там этого трактора. Как по мне, лучше бы он приехал вечером после того, как снегопад закончился, ну честно. Ну, нет проблем, он просто еще и вечером должен был приехать. Но мы же понимаем, что управляющая компания не может себе позволить к каждому дому пристоить в снегопад трактор, который будет постоянно ездить туда-сюда. Да, это было бы прекрасно, но мы же не в фантастическом, в реальном мире живем. Ну вот, нет, вот смотрите, вы не хотите как по закону или как по жизни? Да, по жизни, мы хотим как по здравому смыслу. Да, то есть закон, понятно, но все равно же мы все как-то выкручиваемся, да, из создавшихся ситуаций. Ну, понятно, что управляющая компания должна вчера решить первую задачу. Это для пешеходов очистить дорожки, тротуары. Особенно там, где лестники, это четко важно. Впервые решили проблему с пешеходами, потом решили проблему с выездом с дворовой территории, а потом уже парковки и все остальные места уже, когда... Эта логика-то понятна, и нормальная управляющая компания давно в этой логике живет. Но есть требования закона, если житель, который считает, что его права нарушены, обратиться, то формально это нарушение. Сергей Николаевич, давайте еще раз напомним и нам, и нашим слушателям, как действовать, если собственники считают, что, мягко говоря, не торопится управляющая компания убираться во дворе, куда звонить, куда бежать, куда, собственно, заявлять. Ну, мы всегда советуем для начала обратиться в управляющую компанию, причем не просто так, а спросить номер заявки, если вы звоните по телефону, потому что ее должны зарегистрировать. Если реакция не какой-то, обращаться в жилищную цепь, то и в прокуратуру. А если речь идет о ТСЖ? Ничего не меняется, все точно так же. ТСЖ, первое обращение в ТСЖ, потом в ЖИ прокуратура. В общем, в первую очередь звонить. Звонить все-таки или лично навестить управляющую компанию? Вот знаете как, если у вас останется след от посещения в форме номера заявки, где вы обратились, вот для управляющей компании это одинаково плохо. Поэтому если вы просто пришли или просто позвонили и сказали, вот мы беспокоимся, они вам сказали, ладно, ладно, мы что-то поняли, все. Но вот это вот не надо допускать. Надо, чтобы след отставал. Надо, чтобы управляющей компанией было плохо. След на душе, да? Пусть все будет хорошо. Сердечная рана. Спасибо большое, спасибо за комментарии. Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ и по совместительству председатель общественной палаты Кирской области. Действительно, я сейчас поймал себя на мысли. У меня был такой пример общения несколько раз с управляющей организацией. Когда ты общаешься, они тебе кивают, знаешь, вот они тебе улыбаются. Мы понимаем вашу проблему. Да, да, это надо делать. Но, видимо, у них мысль еще зачастую есть о том, чтобы не зафиксировать эту заявку официально. А если человек не знает, что фиксация обязательно, да, для того, чтобы проблема решилась? У меня вот в этом плане вот этой проблемы нет, потому что заявки подаются все через приложение, и там как раз номер заявки сразу отражен. Как у вас цивилизованно-то все в новых домах. Вот, поэтому тут уже увильнуть не получится. Анна Клепикова с нами на связи, директор управляющей. Нет, нет, нам подсказывали, что нам пора уже скоро будет уходить на небольшую рекламную паузу и завершить первую часть нашей программы. Да, все верно. С руководителем конкретной управляющей компании, управляющей компанией под названием «Паритет» мы пообщаемся в ближайшее время, хотим узнать вообще реальную обстановку, какие усилия предпринимает руководитель и сотрудники этой управляющей компании, потому что бы освободить дворы от снега, почистить. Но и госжилинспекция, которую сейчас Сергей Николаевич Улитин упомянул, мы тоже надеемся, что в ближайшие минуты выйдет с нами на связь. Вообще госжилинспекция, она вчера дала себе знать в средствах массовой информации, вышла новость, суть которой в том, что управляшки должны как можно быстрее реагировать на все эти последствия снегопада. В случае неисполнения ими своих прямых обязанностей серьезный штраф им грозит. Но он уже на протяжении нескольких лет, именно такой действует от 250 до 300 тысяч рублей. Вполне себе существенно. Это для юридических лиц. Об этом после небольшой паузы. Дневной разворот продолжаем. Говорим о штрафах и о проблемах, которые существуют с уборкой снега. И о том, как эта уборка осуществляется. Да, но теперь уже во дворах. В первой части мы говорили о городских улицах. Сейчас вот... Сейчас о дворовых территориях. Кстати, да, у меня сегодня с утра возникла мысль связаться с Минздравом и спросить, а в связи с этим ужасным гололедом, насколько выросло число обращений в ту же самую травмобольницу, как мы ее привыкли называть. Потому что накануне я видел парочку падений. По дороге с работы домой женщина упала вдалеке. Там ей подбежали, помогли, и ребенок тоже упал. Понятное дело, что сейчас распространенная ситуация, но вот нам сейчас редактор подсказал, что в Минздраве пока не фиксируют резкого, по крайней мере, увеличения числа пострадавших на твердой поверхности. На твердой поверхности. Ой, на сколько поверхности. Интересно, ты назвал. На сколько поверхности. Да, я тут вспомнил случай недавний, когда я с тремя канистрами артезианской воды возвращался домой и, что называется, спикировал так, что... Об твердую поверхность. Ой, об твердую поверхность, да. Слава богу, немножко успел сгруппироваться и серьезных каких-то не получил увечья. Еще раз представлю Анну Клепикову, директора управляющей компании «Паритет». Анна Борисовна, добрый день. Что, опять нет? Алло. Алло. Да, мы в прямом эфире. Анна, да, здравствуйте. Представили вас уже, директор управляющей компании «Паритет». На улице, да, сегодня холодно, похолодало, выяснила. Ну, а у вас, как у руководителя управляющей компании, видимо, не холодная, а горячая. Жаркая пора, да, по уборке дворов. Конечно. Да, расскажите, как сейчас строится работа, как вы все успеваете. Хочется ведь и тут, и там помочь, очистить, и сделать комфортной дорогу для автомобилистов и пешеходов. В первую очередь, к чему приступили, в ходе этих снегопадов или уже после их завершения? В первую очередь, конечно, приступили к очистке тротуаров, выходов из подъезда и прочистке проездов. Проездов. То есть без, так скажем, где возможно прочистить проезды. Далее у нас идет очистка по графику, плановая, с объявлениями уже вывешенными, и, соответственно, с уборкой автотранспорта с придомовой территории. А вот смотрите, Анна, мы сейчас общались с Сергеем Улитином, и он немного рассказал там, да, о нормативах, которые должны быть. Вот он озвучил 7 утра, да, то есть к 7 утра вот эти вот пешеходные, я так поняла, все дорожки должны быть очищены. Вот вы укладываетесь в эти временные нормативы? Или у вас другие, может быть, нормативы? Да, мы укладываемся. Укладываемся. Нет, у нас точно такие же нормативы, да. Вот этот снегопад, который был, да, тоже тут, знаю, были споры там, да, среди жильцов, в том числе, в ряде управляющих компаний, подгонять технику во время снегопада, убирать тот снег, который сыпется, либо дождаться окончания снегопада. Как вы действовали? Какой способ выбрали? Техника у нас была заказана заранее, уже на воскресенье. Так. То есть вот мы в воскресенье уже начали прочищать проезды. Выезды из дворов и проезды по двору. Продолжили этим заниматься в понедельник. С сегодняшнего дня у нас уже идет плановая очистка. То есть уже, как я поясняла ранее, вывешено объявление, люди убирают автотранспорт, и мы чистим полностью. Дворники работали у нас не только в воскресенье, например, не только там до 7 утра. Потому что я выходила на двор на один из жилых домов в воскресенье в 9 утра. И встретила там дворника, который шел и охал, что вот он в 7 утра все прибрал. А в 9 утра у него уже опять навалило. Говорит, часа через 2-5 пойду. Ну, выхода до другого нет, возвращаться и снова проделывать работу. Насколько вообще активно, охотно жильцы откликаются на просьбу убрать машины? Все зависит от дома. Ну, давайте от дома. Насколько дружные жильцы, насколько они друг друга знают. Ну, давайте и самую радостную ситуацию разберем, и самую плохую, когда вот прям все эгоисты и эгоисты... То есть дома дружные, они прям... В первую очередь была радостная ситуация. Да, то есть в свободе 158. И приехал трактор, причем вчера это еще было без объявления. И мы должны были только проезд прочистить. Но председатель совета дома за 10 минут организовала работу. К порту вышли все собственники, убрали машину, и мы почистили все. Отлично. То есть даже без объявления, просто по телефонам, по внутреннедомовому чату, это была работа проделана. Ну, это идеальный вариант такой, да? Идеальный вариант. Да, она противоположная чаще, в том числе и случаи, когда невозможно найти чья машина, да, невозможно ее как-то в рамках законодательства сдвинуть ее самостоятельно. Ну, то есть я говорю, что это все зависит от дома, от того, насколько собственники и жители дома знают друг друга, насколько они общаются, насколько они активны. У нас снова фигурируют случаи, когда проезды почистили, а автовладельцы, сейчас зима, конечно, расчищая свое, в кавычках, место во дворе, выкидывают этот весь снег на почищенную проезжую часть. У вас такие ситуации есть, случаются? Нет. Нет, слава богу. Не припомню. Нет таких нерадимых, безответственных автовладелицев. Со снегом, да, понятно. Что касается сосулек. Вот Вячеслав Семаков сегодня... Очистка крыш. Крыш уже выкладывал фотографии, крыши, видимо, которые вот скатные, да, покатые, как правильно называются. Ну, под углом. Под углом. Вот. И уже образовываются достаточно большие сосульки. Где-то кто-то, видимо, от управляющей компании не успевает тоже за этим следить. Есть ли у вас дома, которые попадают в эту категорию, да, где часто образуется вот эта наледь. То есть приходится или еще и одновременно этим заниматься, да, не только вывозом снега, расчисткой снега, но еще и сосулькам внимания уделять? Конечно, это обязательно. И у нас есть такие дома, мы их прекрасно знаем, и сразу обращаем на них внимание и чистим по периметру. Либо убираем сосульки. Анна, снегоуборочная техника у вас своя, или вы тоже нанимаете ее со стороны? Нет, мы все нанимаем, у нас все по договорам. А насколько вот вообще в снегопады реально, ну, или перед снегопадами, да, то есть потому что прогноз был достаточно заранее, скажем так, да, и коммунальные службы к этому готовились, и все. Ну, нет ли очереди, я не знаю, на эти тракторы, да? То есть позвонили, говорят, уже все разобрали. Да, мы заранее договаривались уже, и заказана уже была на воскресенье заранее техника. Ну, как говорили. Ну, вот как раз вот в этот раз получилось так, что один из подрядчиков у меня на один участок, скажем, предпочел другую какую-то работу за более большие деньги и сразу за наличку. То есть вот один участок у нас пострадал. Вот именно из-за этого. У тебя была договоренность, все. Но вот так вот поступил... А можно, ну, как-то договор предусматривает какие-то, я не знаю, ай-яй-яй, санкции, штрафы? Что мы тебя застолбили, и ты должен в первую очередь... Ну, вот это как раз был человек, который не по договору, то есть это не из организации был человек. Со всеми организациями мы давно работаем, как бы там все в порядке. Привлекаете ли какие-то дополнительные силы ручные, да, то есть дворников, когда вот такие обильные снегопады, или справляетесь той рабочей силой, которая есть? Штатными единицами, да? Ну, пока штатными, конечно. Кстати, по поводу техники. Дорогое ли сейчас удовольствие тяжелую технику-то пригнать во двор, чтобы он почистил? Вот 1700 рублей за час, да. За час. Ну, насколько я понимаю, у нас в Кирове достаточно большой рынок, да, предложений вот такой техники, которая может помочь в этих вопросах? Ну, не думаю, что прям достаточно, не перебор. Не перебор. Все в стрипы, мне кажется, да. А сколько времени вообще вот уходит на расчистку, да, среднего двора? Ну, не менее часа, не менее. Ну, так-то вроде кажется. Все зависит от площади двора, да. И отныли, как вот, достаточно ли тщательно убрана машина припаркованная? Насколько там приходится крутиться? Куда можно, так скажем, столкать снег или никуда нельзя? И там вот различные ситуации. То есть это очень индивидуально. А, кстати, ночная уборка у вас практикуется? Или в соответствии с законом о тишине этого нельзя делать? Что-то я не припомню. Нет, мы ночью не убираем. Достаточно проблематично, потому что у нас все-таки придомовые территории. Вечером все возвращаются с работы. Ну, хочется отдохнуть, да, излишний шум тут будет мешать. Да, и машины припаркованы. Машины, да, машины. Что касается... В основном это дневное время. С 8 до 4 даже вот так где-то. Что касается вывоза снега, как часто осуществляется? Пока не осуществлялся вообще. Будем смотреть по количеству выпавшего снега. По мере накопления. Ну, есть вообще какие-то, я не знаю, тоже нормативы, да, вывоза этого снега? То есть что-то же включено, я так понимаю, в содержание, да, общего имущества? Нет, вывоз снега не включен в содержание, не является минимальным перечнем работ по содержанию. То есть никакое его количество? Совершенно отдельная услуга, да. Хорошо, спасибо, да, за эту подробную информацию. Анна Клипикова, директор управляющей компании «Паритет», была с нами на связи. У нас еще есть 10, чуть больше минут до завершения программы, и мы ждем, что в нашем эфире еще и представитель госжилинспекции появится, да, и напомнит об ответственности управляющих компаний за несвоевременную уборку. Да, вот интересно все равно вот по вывозу снега тоже хотелось бы, наверное, у ГЖИ уточнить. Если, например, жильцы дома не включили там, да, в вопрос общего какого-то собрания, да, очередного вопроса, вот, о вывозе снега, эта работа все равно как-то должна осуществляться. Управляющая компания может, я не знаю, там, принудить, да, жильцов в итоге собраться и проголосовать там по этому вопросу, да, чтобы вывозка снега осуществлялась. Из двора? Да. Ну, если я не ошибаюсь, Сергей Николаевич Улитя нам говорил о том, что вывоз снега, он не включен вот в общую стоимость. Это, видимо, отдельная строка расходов, да? Но он же все равно, снег-то как-то должен ведь вывозиться. Честно говоря, вот именно с вывозом снега что-то я не припомню, что вот прям в каком-то конкретном дворе, вот я видел лично, чтобы вывозили снег. Я достаточно... А, у тебя вывозят, да? Да, но мы... Ну, вот я опять же говорю о старой части города, да. Мы платим за этот вывоз отдельно. То есть у нас конкретно, да, когда было какое-то там пару лет назад собрание собственников, мы включали этот вопрос в повестку и, соответственно, голосовали за него. А, понятно. Ну, у вас, видимо, да, более современный такой подход используется. Ну, вот то, что я вижу, в старой части города это обычно сталкивают снег в какое-то одно место. Потом там горка, естественно, образуется, дети это все раскатывают и так далее. Ну, еще один, да, наш спикер. Евгений Нестеров, заместитель начальника государственной жилищной инспекции. Евгений Васильевич, добрый день. Евгений Васильевич, алло. Алло. Да, Евгений Васильевич, мы вас приветствуем в прямом эфире. Мы хотим узнать и позицию госжилинспекции нашего региона. Давайте вот сразу, да, не будем сейчас от темы отходить. Мы просто обсуждали сейчас с Владимиром вывозку снега из дворов, да. То есть выяснили, что в вот этот тариф общий вывозка снега... Минимальный перечень. Да, минимальный перечень вывозка снега не включена. Но как каким-то образом кто-то, что-то, я не знаю, какой-то другой закон обязывает вообще снег из двора вывозить, если он, например, мешает проезду там, да, экстренных служб или еще чего-то. Ну, давайте так вот, будем исходить из данного случая из практики. Законодательство мы понимаем, да, что минимальный перечень не включен, и, соответственно, если жители такое решение на общем собрании не принимают, то управляющая компания вывозить снег, как, скажем, финансовых средств не имеет. Но вместе с тем, как показывают практики, есть управляющая компания, которая, ну, в рамках содержания общего имущества этот снег вывозит. — В добровольном порядке? — В добровольном порядке, да. То есть такие случаи по городу есть. Поэтому говорить о том, что все 100% компаний это не делают, ну, наверное, это будет немножко неправильно, да, лукавство некое. А жители, в принципе, видите, получается, как. Некоторые фети устраивают о том, что он складируется на предуманных территориях, в каком плане, то есть он не мешает. Хотя есть и дома, которые управляющие компании могут сталкивать к окнам первого этажа. Конечно, это будет мешать жителям первого этажа, а второй и выше стоящие этажи скажут, а, нам не мешает вроде как бы, зачем мы за это платить будем. Поэтому в данном случае я всегда жителям говорю, вы соберитесь вместе, определите, спросите управляющую компанию, сколько стоит. Если я с городом разговариваю, мы общались, это сумма небольшая, вывоз. — Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит после очередных снегопадов в областном центре, вы уже держите руку на пульсе? Уже к вам поступают, возможно, жалобы, да. Где что видели своими глазами? Как реагируют управляющие организации на вот этот выпавший снег? Убирают ли уже его активно или ситуация оставляет желать лучшего? — Ну, после выпавших снегопадов, конечно, вижу я количество жалоб увеличилось, граждан. Но вместе с тем я вижу, и управляющие компании тоже начинают работать на придумавших территориях. Этот снег расчищает, в первую очередь, проезды, парковочные места расчищает, подходы к подъездам, тротуары, пешеходные дорожки. Вместе с тем я еще не видел, что управляющие компании приступили к работе по очистке крови. То есть вот это нас рано или поздно в ближайшее время может снова ожидать, потому что снегопады, я прогноз смотрел, могут не остановиться. — Ну, к выходным нам снова обещают обильный снег. — Поэтому во все управляющие компании мы направили информационные письма о необходимости не только расчищать придымовые территории, но вместе с тем и смотреть за крышами. Особенно за скатными кровлями, на которых могут образоваться сосульки. — А тут напомните, какие нормативы в отношении крыш действуют. — То есть это визуально, когда уже там скопление есть или что? — Ну, визуально, да. Это все определяется визуально. И общий подход — это чтобы не было угрозы жизни и здоровью граждан, которые проходят рядом с домом и проживают в данных домах, многоквартирах. — Ну, вот смотрите, да, вот часто бывает в старых особенно домах, вот эти хрущевки, такая ситуация. То есть сосульки висят, но с обратной стороны от подъездов. И там очень часто бывает, что к дому примыкает полоса достаточно широкая, там, полисадника или каких-то деревьев. И управляющая компания аргументирует тем, что люди там не ходят. — Угрозы нет. — Соответственно, да, угрозы жизни вроде бы нет. Но тем не менее, когда эти сосульки начинают сыпаться, они, бывает, повреждают и карнизы окон у людей. То есть, и все равно бывает, там, где-то кто-то все равно вдоль этой стены пробежал. — Подход у нас единообразный. Неважно, с какой стороны находятся сосульки, наледь, навесы, они должны быть убраны с кровли. Законодательства никаких, скажем так, поблажек, убирать здесь, не убирать, нет. — Вне зависимости. — Вне зависимости ходят, не ходят там люди. — Напомним еще раз, жильцам последних этажей, возводящим навесы, балконы, козырьки. То есть, это по-прежнему обязанность жильцов следить за тем, чтобы не образовывались сосульки там? — Я исхожу из следующего. Я исхожу, что управляющая компания, когда берет дом в управление, она обязана обеспечить безопасность любого гражданина, который проживает в доме или находится рядом. И содержание каким-либо образом этих же остекленных балконов в последних этажах должно быть сделано. Каким образом управляющая компания? Либо она самостоятельно это сделает, либо жилец это сделает, либо управляющая компания заключит договор с жильцом на уборку этих сосулек, этих снежных навесов. В любом случае, должна быть просто обеспечена безопасность. Мы исходим из законодательства. — То есть, вопросы вы в любом случае будете задавать управляющей компанией? — Да. — Давайте еще раз напомним порядок действий. Вот люди в определенном доме видят, что снегопад прошел, двор не убирается, либо он как-то плохо, некачественно убран. Напрямую сразу можно обращаться в госжилинспекцию? Или все-таки вот этот этап обращения в свою управляющую компанию нужно все-таки пройти? — Я бы все-таки рекомендовал этот этап пройти обращение в управляющую компанию. Для того, чтобы мы еще дополнительно смогли дать оценку действию или бездействию управляющей компании. То есть, насколько они оперативно сработали. — Как они вообще среагировали? — Если управляющая компания не сработала, тогда, конечно, я рекомендую обращаться в госжилищную инспекцию. Нами будет проведена проверка обращения. Мы рассмотрим. И управляющая компания хотел бы напомнить о том, что не очистка крови или не уборка при домовой территории снежной массы является нарушением лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и влечет на уложение административного штрафа до 300 тысяч рублей на юридическое лицо. Кроме того, на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч или дисквалификацию. — Евгений Васильевич, а насколько при оформлении жалобы в ГЖИ важно, чтобы сохранился, существовал номер заявки в управляющую компанию? Мы просто с Сергеем Улитиным общались, и он как раз упомянул этот момент, что заявка должна быть зафиксирована. Потому что если заявка будет не зафиксирована, могут возникнуть какие-то сложности с тем, чтобы доказать сам факт. — Да, если будет указан номер заявки, проще будет дать оценку деятельности управляющей компании. Причем намного проще. То есть мы поймем, когда была заявка, по номеру заявки будем знать дату, время, и уже от этого времени мы будем смотреть время реагирования управляющей компании на эту заявку. — А в обращении в ГЖИ, оно что собой подразумевает? Это обычный телефонный звонок, или все-таки нужно направить в ваш адрес какую-то бумагу? Электронное письмо или обычное письмо? — Нам необходимо обращение гражданина, направить его можно либо через сайт, либо через ГИС ЖКХ, либо почтовым отправлением. То есть несколько вариантов. — Ну электронный способ, он, видимо, обеспечивает оперативную доставку. — Электронный способ, да-да-да. Можно по электронной почте. — Как дальше вы вот эту жалобу, эту заявку обрабатываете? Специалист созванивается тоже с управляющей компанией? Или вы сразу выезжаете на место, смотрите, действительно там чищено, не чищено, висят сосульки, не висят? — Ну каждая жалоба индивидуальна. Конечно, мы стараемся выехать по любой жалобе, посмотреть. — А в течение какого срока вы обычно это делаете? — Ну стараемся как можно быстрее выехать. Так вот сроки как такого не определены, но максимально короткий срок выезжаем, смотрим. — Знаете, просто бывает вот с замерами, да, температуры в квартирах. Когда температура в квартире меньше нормативной, вызывают людей, чтобы они сделали официальные замеры. И очень часто это растягивается на несколько дней. Морозы спадают, люди приезжают, и оказывается, что температура, да, уже как бы все в порядке, и так до следующих морозов. — Ну это так же, когда весной жалуются, солнышко припекает, и в квартире тоже становится теплым. — Становится жарко, да. — То есть здесь не угадать. Ведь так же могут жаловаться, когда тепло на улице, в квартире прохладно. Мы выезжаем в минус 20, фиксируем ненормативную температуру. — Знаете, погода такая, ну не предугадать бывает. — Скажите еще, пожалуйста, вот в этом году, вернее, в этот холодный сезон неабрь, декабрь, у нас еще пока госжилинспекция уже взяла на заметочку какие-то управляющие компании, которые как раз-таки вот свои функции по уборке дворовых территорий не выполняют? Или пока все хорошо? — Нет, давайте мы не будем говорить, что все хорошо. Сейчас идет анализ как раз. Сегодня, да-да, вчера-сегодня жалобы поступили, поэтому мы, наверное, с вами еще не последний раз общаемся. Поэтому давайте дайте время на проведение анализа, и я буду готов вам рассказать, кто хорошо прибирался, кто нехорошо на придомых территориях. — А если в количественных, да, ну то есть вот мы знаем, сколько поступало примерно жалоб по уличной дорожной сети, а по дворам? Ну то есть речь идет о десятках, о штуках? — В штуках. Ну, порядка, наверное, сорока пока поступило. — Ну, немало. Это больше, чем по уличной дорожной сети. — Ну, мы знаем, да, что госжилинспекция, она довольно активно использует вот эти штрафные санкции, я имею в виду по прошлым зимам, и, там, насколько я помню, управляющие компании, это зачастую одни и те же попадаются на невыполнение этих обязанностей, правда ведь, да? — Ну, все попадаются. — Все попадаются. — Ну, все-таки штраф в 300 тысяч рублей на управляющую организацию, но это серьезный такой кнут. — Ну, вот кнут, да? А до того, как этот кнут применить, ГЖИ ведет какую-то воспитательную работу, да? — Уговоры. — Я себе ее назовем профилактическая, потому что там законодательская контрольная деятельность называется профилактическая работа. — Да, действительно, то есть мы направляем информационные письма, не зря я сказал о том, что мы информационные письма мы последний направляли в пятницу как раз перед снегопадом во все управляющие компании, не только города Кирова, но и области, так как мы областная структура. Вот. И плюс у нас идут и предостережения мы управляющим компаниям объявляем о недопустимости нарушения обязательных требований. — Ну, вот смотрите, да, Евгений Васильевич, многие жильцы, и, я не знаю, там, наверное, не без оснований, да, как показывает практика, опасаются, что если на управляющую компанию будет наложен штраф, особенно такой большой, то вот этот штраф так или иначе, какими-то там скрытыми путями, потому что, понятно, законодательно этого сделать нельзя, но так или иначе размажут по самим же жильцам. Вот. Поэтому вот исходя вот из этого какого-то, тоже незаконодательного, скажем так, да, какого-то житейского опыта, старайтесь, если вы как-то сначала с управляющими компаниями, то есть по-хорошему, да, ну, вроде, ребят, давайте вы все же приберетесь, вот мы вам даем срок, там, сутки, двое, трое, да. — Если вы намерены работать в будущем, если вы не хотите лишаться лицензии, да? — Нет, наверное, давайте вот так скажу. Мы очень активно работаем с социальными сетями, то есть не дожидаясь поступления обращения именно по федеральному закону о рассмотрении обращения граждан, мы видим в социальных сетях, что есть некая напряженность по какому-то определенному дому или по группе домов, то, естественно, да, связанность с управляющей компанией уже не в рамках проведения контрольно-надзорной деятельности, а в рамках разрешения проблемы этой. — Ага, понятно. — Спасибо. — Такое практикуем. — Да, спасибо. Я думаю, что многое сейчас стало понятным, а во многом напомнили мы, да, что госжилинспекция, она на страже интересов собственников жилья, да, стоит, и, пожалуйста, можно обращаться. — Спасибо большое, Евгений Васильевич. — Да, спасибо большое. — Евгений Нестеров заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Кировской области. — Ну да, я согласен, что уже конкретные выводы, наверное, да, и разбор полетов по итогам этих снегопадов, он будет сделан, в том числе и городской администрацией, и контролирующими структурами, и госжилинспекцией. Ну вот все-таки хотелось бы, чтобы не довели до каких-то трагичных случаев до резкого образования сосулек, наледий, чтобы это все повалилось нам на головы. — Ну, немало, как мне показалось, да, вот жалоб именно на дворовые территории, 40. — 40, да, четыре десятка жалоб. — То есть это, получается, вот за минувший снегопад вот эти вот 3-4 дня. — Ну и, видимо, я так полагаю, что и сегодня тоже эти жалобы наверняка фиксируются. — Но при этом, смотри, да, минутка же есть у нас еще. — Да, минутка есть. — Как мне кажется, люди ведь, они же не бегут все равно сразу в ГЖИ, наверное, жаловаться. То есть, вероятнее всего, плохо была осуществлена и расчистка снега вот в тот первый снегопад, да, о котором мы говорили, который в конце ноября. И вот тут пошел новый снегопад, жильцы опять видят, что опять управляющая компания что-то там делает не вовремя, и уже идет в ГЖИ. — Ну, помнишь, да, нам Сергей Николаевич сказал про норматив? 5 сантиметров колья не должна превышать во дворе. Высота колья не должна превышать 5 сантиметров. Иначе это все уже нарушение. Если хотите насолить свою управляющую компанию, выйдите с рулеточкой. — Ну, у меня сегодня колья больше была, конечно. — Да, больше? Вот, пожалуйста. — Нет, лопатой с утра поработала. Ну, в общем-то, ничего, нормально. — Да, на этом завершаем сегодняшнее обсуждение. Дарья Тупузлеева. — Владимир Сметанин. — До свидания. — Дарья Тупузля. — С sizes. — bendёж. — Да, да. — 뭔데? —ほо. — fandle.